Дети, женщины и старики. Волонтёры Красного Креста Одессы организовали бесплатные эвакуационные рейсы в Молдову. Наталья вместе с двумя детьми приехала из Николаева. Об ужасах, которые ей там с детьми пришлось пережить, вспоминает неохотно. Очень ужасное состояние, когда просто летят ракеты над головой, бомбят город. Каждый день буквально поливают градом мирное население. Это мы очень часто спускались в подвал. Этими рейсами и автобусами людей отвезут к пункту пропуска Паланка. Дальше девушка планирует попасть к родственникам в Германию. Со сборами Наталья помогала. Это супружеская пара. Очень страшно, когда мамочка, двое детей сидят в подвале. Они просидели в Николаеве очень долго. Вы же знаете, что там творится. Мы одну семью отправили, сейчас помогаем второй. Сами же супруги уезжать не собираются. Говорят, будут помогать таким, как Наталья, вынужденно покинувшим свои дома украинцам. У меня родители в Баштанке, сегодня ночью. Плюс куда мы с Одессой? Мы же Одессу любим. За два дня волонтеры Красного Креста Одессы эвакуировали почти 130 человек. Преимущественно, это жители Херсона и Николаева. Остальные – из Одессы и области. Пока что автобусы у Молдовы из Одессы будут курсировать ежедневно, сообщили волонтеры Красного Креста. Если же желающих будет всё больше, то будут отправлять по два рейса в день. Выезд по предварительной регистрации. Форму можно найти в соцсетях организации. Виктория Синько, Никита Бабенко. Специально для информационного марафона телеканалов Дом и ЮАйТВ.